Байкеры со стажем рассказывают новичкам, как устроены мотоциклы. Участники мотопробега, колясочник Дэвид Амиришвили и инвалид по зрению Сергей Гринь, в такое путешествие отправляются впервые на мотоциклах с люлькой. Порулить, конечно, не удастся, но проникнуть с атмосферой вполне. Дэй, мы уже более четырех лет знакомы после того, как я переехал в городе Сочи, как говорится, благодарен судьбе, что свела на жизнь. Это еще один раз показатель о том, что после того, когда в жизни что-то с тобой случилось, не надо замыкаться себе. Маршрут Сочи-Крым. Участники мотопробега, помимо Дэви и Сергея, это еще два опытных байкера, планируют по пути посетить места боевой славы. Пробег посвятили очередной годовщине победы в Великой Отечественной. Цель нашего пробега – посещение города Новороссийска, города-героя Керча, города-героя Севастополя с возложением цветов. А еще на обратном пути в Энеми запланированы прыжки с парашютом. Дэви и Сергей рассказывают, на их счету таких уже не один и даже не два. А в целом же цель проекта – доказать. Инвалиды, так же, как и другие люди, могут все. Мы не делим людей на человека с инвалидностью, человека без инвалидности. Мы интегрируем во всех наших городских проектах историю участия людей, которые имеют какие-то особенности физического развития. Финиш мотопробега запланирован на 22 июня. Конечная точка этого уникального для Сочи пробега – это город Севастополь. Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Конец. Финджет. Исуса.